Рада приветствовать вас на нашем семейном канале. Я Венера, оператор в семье, муж Азамат, глава семьи и лапочка-дочка Аделина. Наше видео об освоении целины с минимальными вложениями, дегустации рецептов с моего кулинарного канала, а также прогулки, развлечения, покупки. Если вам интересно, поддержите нас, вам это очень важно. Подпишитесь на канал, напишите комментарии, любое замечание, пожелание, критика или просто смайлик. Заранее всем огромное спасибо! Всем привет! Всем привет! Всем привет! Мы опять выехали на дачу, сегодня у нас хорошая солнечная погода, но есть тучки, но все равно... Оте, боже мой! В общем, как мы туда приедем, я переоденусь, и мы начнем работать. На дачу? Да. Работы много у нас, конечно, очень много, и поэтому любое свободное время мы пока стараемся максимально выполнить работу на даче. Вчера мы уже начали, то есть уже почище стало. Сегодня будем продолжать. Это та территория, где мы посадили деревья, и та территория, которую перепахал трактор, и ту, которую мы сами перекапывали. Вот, и на сегодняшний день, сейчас я вам покажу на мгновение, как здесь все заросло, и хотим вот эту территорию сегодня почистить. Сегодняшнее видео будет очень коротенькое, мы в основном будем работать, шутить, шутить на сегодняшний день некогда, потому что теплых деньков осталось очень мало, и поэтому наша сегодняшняя задача, это максимально устранить траву на той территории, которая была и перекопана, и вспахана трактором, да. Так что мы приступаем к работе. Отдельно хочу сказать всем большое спасибо, кто нас поддерживает, прекрасно понимая, что мы уже, наверное, с дачи своей немножечко уже всех достали, то, что однообразные видео, но нам нужно это сделать, и поэтому сейчас максимально затрачиваем для этого времени. Все, всем спасибо, пойдем дальше работать. Да, чтобы потом писать другие видео. Да, чем быстрее мы здесь выполним работу, тем быстрее мы перейдем на другие, более интересные моменты нашей жизни, не только дачи. Потому что мы, как я уже много раз говорила, мы и сами не знали, и даже предположить не могли, что солена, заброшенные участки, это такая трудоемкая и непростая работа. Так что берите с нас пример, покупайте более-менее нормальные участки, либо нужно вкладывать большие деньги вот в такой вот заброшенный участок. Вот как сейчас выглядят мои кусты помидоров. Я часть срезала, я прям часть срезала и оставила только помидоры. И то, что я нарезала, то, что я срезала ботву, я ими накрыла помидоры. То есть я буду постоянно за ними следить и постоянно собирать. Сегодня мы часть собрали, опять поклевали со стороны, где были помидоры, хорошо видны. Птицы поклевали, сюда, наверное, чучело надо ставить. Вот на сегодняшний день, как выглядит территория очищенная. и часть муж перекопал. Собрали мы помидоры, зеленые, и часть уже начали краснеть. Дома они дозреют? Ну да, но мы собрали из-за того, что птицы клюют. Так бы мы еще оставили, потому что погода хорошая, либо нужно ставить чучело. Сейчас уже смысла нет, поэтому мы решили частями собирать. А какие вкусные помидоры, которые мы предыдущие, самые крупные собрали. Сегодня мы кушали салат, розовые крупные помидоры. Ой, какой вкусный был. Давай показывай, что там с помидорами. Сейчас вот тоже, очень крупные помидорчики, тоже уже начали краснеть. И второй пакет. И вот эти вот. Ну, в общем, опять самые крупные собрали, ветки, которые поломались. Адрин у нас с соседкой играет. Вот. А мы тогда уже с вами сегодня попрощаемся. Я представляю, с каким скандалом мы будем сейчас Адрину домой увозить, и как они будут прощаться. Это что-то с чем-то. Так что на сегодня все, друзья. Всем пока-пока. Пока-пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик вот здесь. Также нажимайте на красную кнопку, чтобы не пропустить наши новые семейные видео. И пишите комментарии. Мы их с удовольствием читаем. И большое, огромное спасибо за ваши комментарии, которые поддерживают нас и дают нам, так сказать, новые силы на то, чтобы все вот это вот привести в порядок. Да, сегодня у нас вообще не было настроения. Мы приехали прям. И шутить не хотелось, и ничего. Я вот как посмотрела, помидоры все этими птицами поклеваны. Участок весь зарос, и то, что мы хотели выполнить, у нас не совсем получилось. Ну, так что мы не унываем. Все равно мы будем добиваться того, что приведем этот участок в идеальный порядок. Но очень часто бывает, потому что физически тяжелый труд. Еще когда после работы особенно тяжело. Да, всем пока-пока еще раз. Всем привет! Всем привет! Вот уже находка. Да. Муж прям сразу приступил к работе. Это у нас территория, получается, где корнишоны росли, да? Да. Вот я вам сейчас покажу, сколько здесь... Вот сколько здесь вышло торна, ростков торна. Мы специально их оставляли для того, чтобы было видно. И сейчас вот эту тяжелую территорию... Тяжелая в том плане, что на глубину придется опять копать и выгорчевывать корниторно. Земля подсохла, да? Нельзя, конечно, не глубоко коль. Вот, видишь, она все равно... Сегодня, в общем-то, тепло. Сегодня 24 градуса у нас. А я займусь помидорами. Я вам сейчас помидоры покажу. В общем, они вот так вот потихонечку начинают спеть. Я срезала все ветки и ими накрыла. То есть освободила помидоры для того, чтобы они набирались сока и цепили быстрее. И вот так вот пришлось мне накрыть от птиц. Ну, как-то так. И сейчас буду дальше все это срезать. Дыни тут пока сидят. Вроде не портится еще. Залхеть начали. Такая большая уже одна дыня. Потихонечку начали спеть наши помидорчики. Здесь я тоже срезала и накрыла. Муж остановился немножко передохнуть. Я вам сейчас покажу, какую он глубину копает. Вот эта вся территория у нас получается. Вот корень торчит, который уходит в глубину. Вот корень, который в глубину уходит. И вот где он сейчас ведет раскопки, корень, который ведет. Почти на 2 штука. Вот маленькие вот эти вот все получаются вот эти ростки. Вот как они растут. Так что если у вас если вы будете когда-нибудь покупать участок и увидите, что там дикий торт растет, ни в коем случае не покупайте. Иначе замучаетесь, как мы. Получается, вот ты его опять срубил и что? И дальше копаем. получается на 3-4 лапа. Ой, а какой там корень-то ветвистый? А, нет, это камень попал. В общем, я не буду мужа отвлекать. Вот такая вот история здесь. Ты представляете, на какой глубине корень и как он вылазит, да, наверх? Насколько? Ладно, не буду отвлекать. В общем, вот так у меня теперь выглядит грядка с помидорами. Я их полностью срезала. И сейчас той ботвой, которую я срезала, я буду их накрывать. Вот видите, там в глубине они начинают потихонечку краснеть. но эти, по-моему, желтые помидоры, желтеть. Это будут желтые помидоры, они будут желтеть. Оранжево-желтые такие. Ну, как-то так. На следующий год надо будет все-таки ставить специальное приспособление, для того, чтобы помидоры куда-то не управлять. Сейчас буду продолжать приводить все это в порядок. Покажу чуть позже. Я тут на даче нашла старую простыню и решила постелить под помидоры. И сверху буду вот таким вот образом и вот срезанной ботвой буду накрывать, для того, чтобы не поклевали птицы. Сейчас буду срезать. Вот у меня кучка есть. Вот этим тоже буду. Вот этим всем срезанным я буду накрывать эти помидоры. Вот территорию, которую муж перекопал, где у нас огурцы росли. тут все в порядке. Ну, а рассказывай. Вот такой вот. Выше меня. В общем, корни ужасные. И это выше меня. Так, эти корни у нас, получается, они шли прямо на всю длину грядки. Как грядки шли, вот так они прямо вдоль них располагались. Поэтому так много и ростков было. Ростков, да, вот ты же показывал, да, сколько побегов было. В общем, вот, сколько корней. И все они толстые, длинные. На следующий год, я надеюсь, что все-таки не будет они вылазить. Но если даже будет, то уже будет гораздо меньше. Мы же каждый год вытаскиваем, вытаскиваем корни. Ну, считай, вот с каждого корня могло вылезти несколько побегов. И вот мы теперь их удалили. Теперь на следующий год я так думаю, что будет вот так же чисто, как... Единственный, вон тот корень остался, но он пошел в помидоры. Поэтому, когда помидоры отойдут, будем перекапывать заново все это будем вытаскивать. Про помидоры. Сейчас я сразу. Так, помидоры. В общем, вот я их как посрезала и ими же и накрыла. И точно так же на этой территории. Но здесь я полностью не успела за сегодняшний день все срезать, все перебрать, пересмотреть, надо, не надо. Вот. Поэтому это завтра еще буду делать. Но то, что я уже часть очистила, мы уже накрыли срезанной ботвой. А, и самое главное, мы с тобой еще, знаешь, что накрыли? Мы с тобой накрыли дыню. Дыни. Четыре штуки, которые у нас остались, мы тоже ботвой от помидоров накрыли, потому что уже ботва от дыни начала сохнуть. Мы так надеемся, что все-таки попробуем вкусные дыньки. Она, кстати, желтеть не начала, но мы потом покажем. Так что, возможно, дыню мы все-таки сможем попробовать в этом году. Если что, давай, а то, Адрини, солнце светит. В любом случае, мы дыни попробуем. Если что, мы их сорвем заранее, и они у нас дозреют до Нового года дома. Прикиньте, это действительно на Новый год дынька. Да, я так думаю, что и помидоры у нас свежие на Новый год будут. Потому что помидоров очень много. Они вот зеленые, крупные, большие. Еще сколько мы собрали дома, у нас два пакета предыдущих. Помните, сейчас мы пакеты еще собрали. Так что урожай у нас получился замечательный. Все равно помидоры, которые в комнате дозревают, они тоже очень вкусные. Там такой аромат. Не сравнить с магазинами. Кто бы, что бы не говорил, но с магазинами это вообще никак не сравнится. Так, ну вот территория, где должна была быть бытовка. Куда мы планируем ее все равно. Но немножечко территориально по-другому возьмем. И вот как выглядит сейчас здесь территория. Вот это полностью перекопано. Небольшой участок он полностью перекопал. В общем, как сейчас здесь территория выглядит. Муж сегодня еще здесь очищал. Но он уже не перекапывал, а просто местами, где глубокий какой-нибудь корень, который не выходит полностью, он его подкапывал. Не, ну здесь получается я не то, что где-то какой-то, я прям любой корень брал, просто не переворачивал землю. То есть немножко ее поддел, корни освободились от земли. Я ее вытащил и опять так же ее опустил. Все. В принципе, 50% может быть перекопал. Ну, короче, взрыхлил я землю, получается. Ну да, то есть... От травы освободились. Вот эти два абрикосовых дерева, деревца. Как будто финиш, как будто гол называется. На второе дерево абрикоса Азамат поставил второй баллон для того, чтобы дерево не мерзло. Оно самое маленькое и вероятность того, что она замерзнет в этом году очень велика. Вот как сейчас здесь выглядит эта территория. И вот так вот она была вся заросшая. То есть ее очистили. Вот до сих пор у нас перекопана, перепахана земля трактером. Но здесь вот то, что заросло, это мы в этом году будем убирать. А то, что у нас мы в этом году не перепахали и перепахивать не будем, мы оставим так. Не будем здесь ничего пока менять. Мы, скорее всего, будем работать с ней на следующий год, что-то сажать, что-то думать еще, выдумывать. У нас впереди зима и будем как раз думать на эту тему. То есть будем стараться вот эту территорию поддерживать и более-менее держать в чистоте. Чтобы не было так много травы. Что еще у нас тут? Колючка. Чернозем. Сейчас еще покажу. Как выглядит на сегодняшний день чернозем. Трава, конечно, очень быстро растет. Вишни море. Вот, кстати, вишня опять повылазила. Видимо, здесь корни какие-то где-то остались. Вот район, где у меня укроп и петрушка. Вот как сейчас выглядит чернозем. Эту территорию все тоже будем постепенно перекапывать. Я так думаю, что до середины октября, если позволит погода и почва будет более-менее поддаваться перекапыванию, то будем перекапывать. Ну, так вишни гораздо меньше стало. Все равно периодически мы здесь чистим эту территорию. Ну, конечно, много. Работы очень много на даче. Мы собрали урожай. Это точнее, когда я срезала ветки. Помидоры то, что сами падали. они собраны в пакет. Потом семена укропа собрала. И на сегодня все. Завтра заматан на работу. Поэтому всем пока-пока. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик, вот здесь. Нажимайте на красную кнопку, чтобы не пропустить наши новые семейные видео. Пока-пока. и никогда не забывайте писать нам комментарии. Будет всем удовольствием читая ваши комментарии. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Пошли. Вот коляска так, что ты умруешь. Знаешь, кто мы с тобой? Кто? Мы дачники с большой буквы. Да? Да. А потому что у нас все видео про дачу, про дачу, про дачу, про дачу. И никак мы не победим эту дачу. Победи. Целеную эту нашу. Для просмотра кликните видео. Подпишитесь на наш сильный канал. Пока-пока.